Центробанк обнародовал новые тарифы ОСАГО Изменения предполагают расширение коридора базового тарифа по полисам на 20% в обе стороны для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц. Так, минимальная ставка тарифа для водителей легковых автомобилей снизится до 2746 рублей, а максимальная – увеличится до 4942 рублей. Также планируется ввести новую систему коэффициентов, учитывающих стаж и возраст водителя. Изменения вступят в силу через 10 дней после утверждения Советом директоров ЦБ. По оценке автоэкспертов, нововведения в перспективе приведут к отмене базовых тарифов и повышению конкуренции страховщиков. Банк России опубликовал на своем сайте проект документа с указанием предельного размера базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Это первый этап анонсированной ранее реформы. Реформы ОСАГО, первый этап. КТТПС 2 и то числеж слеж слеж т точка числеж 2 УМИКС КУСМКС, Банк России, СОБАКА БАНК ПОДЧЕРКИВАНИЯ АВПОДЧЕРКИВАНИЯ РУССЯ, ЕНИ 14, 2018. Изменения предполагают расширение коридора базового тарифа по полисам на 20% вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц. Так, для легковых автомобилей физических лиц максимальная ставка тарифа будет повышена с 4118 рублей до 4942 рублей, минимальная же ставка будет понижена с 3432 до 2746 рублей. Верхняя граница коридора снижается для мотоциклов и мотороллеров на 10,9%. Ставка составит 694 047 рублей, а также легковых автомобилей юридических лиц на 5,7%. Ставка составит 2058-2911 года рублей. Территориальные коэффициенты Центробанк оставит без изменений. Страховая история. Кроме того, предполагается реформирование коэффициента бонус на ЛУС, КБМ, по которому удается скидка на страховой полис для водителей за безаварийную езду и надбавка за совершенные аварии. Сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО, реформу предлагает переход на годовой порядок его расчета. Агентство городских новостей Москва в момент вступления в силу данных изменений, 1 января 2019 года, Для всех водителей, у которых в базе данных Российского Союза страховщиков числится более одного значения КБМ, будет присвоено наименьшее из имеющихся в базе значений, говорится в сообщении ЦБ. Таким образом, страховая история будет закреплена за каждым водителем. По старым же правилам человек мог иметь 1 КБМ как водитель и еще один как владелец транспортного средства. Старший возраст также планирует ввести новую систему коэффициентов, учитывающих старший возраст водителя. Так, вместо действующих 4 ступеней понижения тарифа будет введено 50. Для опытных водителей среднего и старшего возраста значения коэффициенты будут снижены, а для молодых и неопытных, повышены, в пределах 4,5%. Самый высокий коэффициент – 1,87. Будет предусмотрен для самых молодых водителей в возрасте от 16 до 24 лет. Самый маленький – 0,96. Для водителя от 35 лет и старший со стажем от 3 лет и выше. В настоящее время коэффициент, зависящий от стажа и возраста, варьируется от 1,0 до 1,8. Геттимекс.ру и Силуис Спиласенч, омечается, что документ ЦБ пока носит только статус проекта. Замечания по проекту принимаются до 20 июня. Затем его должен утвердить Совет директоров Центробанка. После этого через 10 дней документ вступит в законную силу. На пути к выгодным тарифам изменения, предложенные ЦБ, дают место для конкуренции страховщиков и позволят развиваться страховому рынку, считает автоэксперт Вячеслав Субатин. Сейчас все идет к тому, что не будет базовых тарифов по страхованию, как и говорил Центробанк, через два года это уйдет в прошлое. Сами страховые компании должны конкурировать между собой и предлагать доступные тарифы. Я предполагаю, что, когда мы к этому придем и появится реальная конкуренция, страховые компании будут создавать тарифы. Выгодные и им, и автомобилистам, наступит некое взаимопонимание, пояснил эксперт в беседе с RT.ПО его оценки, сейчас многие не платят за страховку, штраф за ее отсутствие составляет 500 рублей. Это не позволяет системе работать, уверен автоэксперт, также по теме дорожные карты. В России изменились правила прохождения тихосмотра. В России вступили в силу новые правила технического осмотра автомобилей. Теперь диагностические карты будут выдавать всем водителям. Страховка на автомобиль. Конечно, должна быть, она покрывает расходы третьим лицам. То есть если человек попадает в аварию и в ней не виноват, то, соответственно, он получает деньги со страховой компании того, кто виноват, заключил субботин. Изменение тарифов напомним. Закон об ОСАГО позволяет ЦБ меня тарифы, но не чаще раза в год. На сегодняшний день Центробанк дважды воспользовался этим правом. Оба раза тарифы росли. Последний раз подорожание произошло в апреле 2015 года. Тогда базовый тариф полиса увеличился на 40-60%. Изменился также и территориальный коэффициент, использующийся для определения цены. Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус на ЛУЗ. Он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, на отбавки за попадание в ДТП. Продолжение следует...